Они придумали скотскую идею, Россия хочет напасть на Украину, концентрирует в фейк, ну слушайте, это спецоперация. По выражению Владимира Путина, НАТО сейчас ведет себя на наших западных границах сверхагрессивно, вот это его слово, сверхагрессивность НАТО. А вы говорите, что вам нужно иметь планы на этот счет, но действительно это так. В таком случае, вот новая наша совместная общая военная доктрина, предусматривает ли она появление новых российских баз или наращивание войск в Белоруссии? Вы знаете, мы наращивать вооруженные силы даже Белоруссии не планируем, нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический, дорастить численность не проблема. У нас сейчас 65 тысяч, ну наверное 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам прикрывать юг надо. Но чтобы уже совсем с югом закончить, мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинских границах. Потому что у нас совместная группировка союзного государства. Это не 70 тысяч, а это сколько надо будет. Потому что если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем в эту, скажем прямо в этот конфликт, в эту войну первыми, и вторым эшелоном к нам подтягиваются части западного округа. В западной части России, конечно. Все планы отработаны в этом. В этом плане у нас все отработано. Более того, у нас же совместная противовоздушная оборона. Белорусско-российская. Конечно, конечно. Она не чисто белорусская. И в случае войны там единое командование и так далее и тому подобное. Все эти планы есть. В том числе и возник у нас сегодня в Беларуси южный фланг. Его надо закрывать. Не мы инициаторы. Я только что сказал. 10 тысяч выдвинули туда этот кулак. Ну вот это полесье якобы. Да, полесье эти учения они организовали. Зачем по болотам там шататься? Кстати, отрабатывают варианты введения войны в болосисто-лесистной местности. А это территория Беларуси, Припятского полесья. Как должны реагировать? Должны. И вот я предложил президенту, давайте проведем. И когда будут эти учения? Эти учения будут, наверное, где-то в два этапа. В ближайшие пару месяцев первый этап, потом через месяц второй этап. Ну пока мы еще планы эти верстаем. Но первый этап точно мы зимой проведем. К этому все готово. Поэтому пускай там не парятся, не переживают, мы такие учения проведем. И будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия. Скорее всего еще на 5 тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично, кадровые. Поэтому в таком направлении будем действовать на границу. Поэтому вы что думаете, если Украина начнет там на границе с Беларусью конфликт, я буду сквозь пальцы на это смотреть? Нет. Поэтому вчера, как вы говорите, в военной форме, мы провели в Центре стратегического управления нашими войсками, провели очень серьезное мероприятие. И военные, когда журналистов уже не было, доложили мне планы вероятного отражения нападения со стороны. А. Латвия, Литва, Польша, Б. Украина. Мы там не усиливали контингент. У нас даже на том направлении нет. То есть такие планы существуют, о них вам доложили. Нападение со стороны. Мы это видим уже. Мы это видим. Эту подготовку. Слушайте, 10 тысяч человек. Страна воюет. Бронированный кулак. Совершенно верно. На Востоке у них идет война. А. Зачем сегодня формировать этот бронекулак, как вы сказали, на границе с Белоруссией? Зачем? Там же нет наших войск. Против кого? Ну, надо прикрыться беженцами. Так, чтобы вы знали. Я вчера об этом сказал. Танки против беженцев? Так в Польше уже давно леопарды выдвинуты против беженцев. 20 тысяч человек, а некоторые уже 30 тысяч человек. Для чего это делается? Ответ на этот вопрос я нашел. Барражируют разведчики вокруг Калининградского района. Мы это все начертили и показали. Я Путину передал. Но мы видим это. Шойгу мы тут контролировали ситуацию. Мы видим. Но просто барражируют вокруг Калининградской области. Они же понимают, что Калининград укреплен. И надо все это прощупать детально. Вот американцы барражируют. 15 километров от наших границ. Почему мы с россиянами, это была моя просьба президенту Путину. Он меня поддержал. Он говорит, давайте вместе будем дежурить. У нас же совместное ПВО. И вот тогда полетели лебеди в сопровождении белорусских истребителей. Мы должны видеть, что они хотят. И мы это видим. И то же самое Украина делает. Почему делают? Калининградская область. Черное море. Они придумали скотскую идею. Россия хочет напасть на Украину. Но это фейк. Концентрирует фейк. Ну слушайте, это спецоперация. У вас это в СМИ называется спецоперация. Сегодня это одно из направлений гибридной войны. Вот это и спецоперация. Россия напасть. Фотографирует совершенно другие территории. Там, где сосредоточены войска нашей совместной группировки. И выдают это как кулак. Квырте бронированный против Украины. Но это во всем мире распространили. Для того, чтобы оправдать свои действия. Вот и пошло. Поляки подтягивают к нашим. Это операция прикрытия. Да. Это совершенно верно. Операция прикрытия. Прибалтике, в Украине. И потом, ну, 70 тысяч войск только сейчас наших в Беларуси боеготовных. Хорошая армия. Натовцы признают, что самая лучшая в Европе армия белорусская. Мы Россию не берем. Это суперармия. Они понимают, что 70 тысяч. Это армия вооруженная, которая себя на учениях недавно показала. Что надо сделать? Пока Россия будет там вторгаться в Украину, белорусскую армию надо держать на поражении по всем фронтам. Вот они и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и в Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти. Но я-то должен предвидеть, что произойдет. Чтобы не получилось, как в 41-м году. Сталин всем не поддаваться на провокации, не поддаваться. Сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы. Ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы для белорусских перелетов, самолетов. Точно так и здесь.